Так, смотрите трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube. Глубокий и умный собеседник, интересно выслушать, пишет Наталья Сазонова. Холодец. Это про вас. Это про вас. Добрый день. Приветствую аудиторию радио «Эхо Москвы», телеканала РТВ и YouTube-канала «Эхо Москвы». Меня зовут Алексей Соломин. Пользуюсь случаем, призову вас посмотреть в 6 часов на YouTube-канале «Эхо Москвы» трансляцию с Антоном Орехом. Сегодня в рамках проекта «Дай, Дудя» будет он отвечать на ваши вопросы. А гость особого мнения сегодня Андрей Колесников, руководитель программы политики Московского центра «Карнеги». Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Я, вы знаете, когда уходил год, вот последние дни, и только лениво разве что не подводило итоги, это считается таким общим местом. Я заметил, что в первые дни Нового года, видимо, в силу вот этих праздничных дней, все занимаются тем, что делают прогнозы на этот год, предстоящий в телеграм-каналах и средствах массовой информации. И они сходятся, многие комментаторы сходятся в том, что год будет тяжелый для политического руководства. Какие у вас представления на этот год? Что нас ждет? Думаю, что он действительно будет тяжелым. Предыдущий-то был нелегким, несмотря на эйфорию, которая была перед президентскими выборами и во время президентских выборах, и после них. Этот год много чего изменил в представлениях россиян о том, с кем они живут и кто является их властью. Они с этим представлением входят в 2019 год, и такие представления таят в себе многочисленные риски. Какие? Ну, на самом деле, это бессмысленно предсказывать, потому что неожиданности могут быть самые пикантные и экстравагантные. Мы не могли же предсказать, какие события развернутся вокруг пансионной реформы, например. Не могли предсказать, что будет с региональными выборами. Даже зная в какой-то степени настроение россиян, очень трудно предсказывать, как они себя поведут, как будут реагировать власти. Что очевидно, что режим был и остается авторитарным, что очевидно, режим был и остается сторонником о государствении экономики и государственных интервенций во всем. Государство везде, государство в политике, государство в экономике, государство в социальной сфере, государство подавляет гражданское общество. Я не знаю, заметили вы или нет, декабрь заканчивался госсоветом, среди прочих разнообразных мероприятий, на котором обсуждалось волонтерское движение. Казалось бы, замечательное дело, большое внимание уделяется гражданскому обществу, но когда государство уделяет внимание гражданскому обществу, значит, оно подминает его под себя, оно его тоже национализирует. А многие увидели в этом сигнал, ну, вы сами о себе позаботитесь, и, кстати, его же прочли в обращении президента в новогоднюю ночь. В общем, да, когда сказано, что каждый пятый человек будет у нас волонтером, это означает, ну, ребят, работа бесплатная, государство самоустраняется от социальных сервисов, да, вы будете теперь социальным сервисом, только работа будет у вас бесплатная, очень хорошо, что вы с энтузиазмом в нее вовлечетесь. Когда ставится KPI, да, значит, цифровая контрольная, когда ставится контрольная цифра, сколько человек должно быть во что-то там вовлечено, все, пиши, пропало, это никакое не гражданское общество, это просто вот подчинение еще одной сферы государству. А как это должно, извините, что я перебью, просто хочется чуть расширить, а как это тогда должно выглядеть так, чтобы это всех устраивало, чтобы власть, чтобы добровольцы понимали, что власть их не замечает, в смысле, что она, наоборот, их замечает, двойное отрицание, это в русском замечательно, а волонтеры, чтобы поняли, что власть не пытается их себе подчинить? Да не было никаких проблем с волонтерским движением, когда оно было неорганизовано, да, помните, начинались пожары несколько лет назад, и тогда был всплеск волонтерского движения, наводнение в Крымске, вот-вот они где волонтеры, их нужно было прибрать к себе, любая действующая общественная инициатива тут же или зеркалится государством, или забирается себе, как это было с бессмертным полком, сейчас уже никто не помнит, что это акция не Путин, и не Путин здесь главная фигура, которая несет чей-то портрет, родственника, отца, кого-то там еще, была общественная акция, которая была национализирована Кремлем. Но она разве не стала от этого более массовой? Первые годы, во всяком случае, когда Путин ходил по... Я не думаю, что массовая здесь имеет вообще какое-то значение, это личное дело каждого, как религия, религия у нас тоже государственная, нам обязательно нужно быть внутри вот этой русской православной церкви, которая является таким отделом агитации и пропаганды нашей власти, в то время, как религия – это интимное дело, личное дело каждого. Туда лезет государство тоже со своим официозом РПЦшным. Все это вот звенья одной цепи и один и тот же тренд о государствовании всего. Тренд плохой, потому что для того, чтобы государствовать все, государству нужно много денег, больше, чем сейчас. Чтобы получить эти деньги, оно естественным образом начинает их отбирать у граждан, у кого еще у бизнеса. Отсюда НДС, отсюда пенсионная реформа, отсюда, я думаю, инициатива, связанная с тем, что дополнительно трясут большой бизнес на всякие там нацпроекты. Ну, кстати, в 2019 год это должен быть год, когда власть от этого получит какой-то доход, потому что решения придумались не сейчас, решения вступили сейчас в силу. Является ли это какой-то отдушиной, будет ли здесь положительный итог для тех, кто это придумал? Ну, пока оценки НДС, в том числе профессиональные оценки, повышение НДС, прежде всего, вроде бы на небольшое количество процентов, всего на 2, эти профессиональные оценки крайне негативные. Разгон инфляции, торможение роста валов внутреннего продукта. Вот, собственно, два ключевых вывода, которые делают все, в том числе официальные экономисты. Но деньги все равно нужны, хоть тушкой, хоть чучелком, нужно выжать эти самые капли из граждан, из экономически активных людей, из экономически активных фирм. И это будет продолжаться. Ну, а пенсионная реформа, например, тоже уже достаточно давно обсуждается и протестуется. Кажется ли вам, что уже как-то подпривыкнут к ней? Уже подпривыкли. Уже чувствуется? Уже нет, во-первых, сами по себе даже протестное настроение, они выдохлись очень быстро, и уже к августу, сентябрю их как будто бы и не было. Собственно, это были декларативные протестные настроения. Никто толком-то на улицу не выходил, прекрасно понимая, что выход на улицу ничего не даст. Никакие принятые решения не повлияют. Власть была напугана, тем не менее, вот этой волной недовольства, сделали хуже, удорожили эту самую реформу. Лучше было бы у нее не начинать, чем делать ее более дорогой и обкладывать ее разными бенефициями, льготами для уходящего на пенсию населения, с введением предпенсионного возраста, с усложнением законодательства. Просто ухудшили собственное положение. Опять деньги нужны. А протест этот не выразился в выборах региональных? Нет, естественно, он выразился. И я думаю, что выразится еще где-нибудь. То, что продавили Кожемяка на позицию губернатора Приморского, за это была заплачена очень дорогая цена. Продавливали как только могли. Но в каждом регионе столь много усилий предпринимать невозможно, и столь много ресурсов бросать на выборы первого лица, который согласован с Кремлем. Поэтому проблемы будут. Они очень серьезные. Возможно, власть считает их техническими. Возможно, власть считает, что их можно залить деньгами, но эти деньги нужно где-то брать. Это ключевая проблема оставшихся 5,5 лет Путина. А как залить деньгами людей, у которых эти деньги отбирают? Ведь люди, которые не выходят сейчас по возрасту на пенсию, они лишаются достаточно больших сумм. Как с ними-то работать? Или они не представляют угрозы? Ну, угроза не кажется столь очевидной, даже когда она выражалась так, как она выражалась этим летом. Все это можно гасить. Все это можно как-то... Как-то оно само собой рассосется. Такой, несколько мужской взгляд на любую проблему. При этом получается так, что действительно главное – это федеральный бюджет. Через него можно решить все проблемы. Вот какие приоритеты нам заявил Владимир Владимирович Путин в первые дни Нового года? Он посетил детский хоспис, он посетил, естественно, собор, он выстрелил из пушки, он пообщался с суворовцами. До этого он поздравил всех с главным событием года – с ракетой «Авангард». Вот его приоритеты – милитаризация, православизация, ну и социальный крен. Будем всем помогать, будем все заливать деньгами. Возьмем эти деньги у вас, потом вернем их вам с целью покупки вашей же лояльности. Вы не заметите, как мы возьмем эти деньги. Жизнь, в общем, не очень весела и депрессивна, но станет она на микрон депрессивнее от чего-то. Но зато потом вы получите от государства благодетеля некоторые дополнительные суммы перед следующими парламентскими выборами. А что он должен был делать с вашей точки зрения? Вот он поработал волшебником, вроде хорошо, но почему это так не нравится? Я боюсь, уже поздно ему что-то делать, что-то иначе, потому что нужно отпускать экономику. Только не говорите уйти. Он может не уходить, а, пожалуйста, может сидеть сколько угодно. Нужно отпустить то, что государство захватило, отпустить гражданское общество, отпустить экономику в свободное, нормальное плавание, в нормальную конкуренцию. Перестать самоизолировать страну. Перестать заниматься импортозамещением. Перестать ссориться с Западом, чтобы, наконец, уже зажить хотя бы так, как жили в нулевые годы, когда не было особых экономических проблем, в том числе и потому, что Россия встроилась в международное разделение труда. Россия была частью мира. При Путине. Ну, вы же понимаете, что это невозможно. Это возможно, это уже было. Это было при Путине, между прочим. Первый год. Он, конечно, немножечко, так сказать, с самого начала начал эту самую Россию менять, в не ту сторону, куда следовало бы, но это была в первые годы его страна, и она вполне была функционабельна. Сейчас сделаем короткий перерыв. В студиях у Москвы Андрей Колесников, руководитель политической программы Московского центра Карнеги. Продолжаем эфир. Меня зовут Алексей Соломин, в студии Андрей Колесников. Сейчас начинает работу Государственная Дума, весенняя сессия. Будут рассматриваться, наверное, много интересных будет законов. Среди них некоторые уже известны. Это, например, так называемые инициативы Клишиса. Что вы по этому поводу думаете? Насколько они жизнеспособны? И к чему они приведут? К большему контролю или к усилению недовольства общественного? Недовольство преодолевается. Как всякий раз кажется, что всё, что придумывает Дума, точнее, не Дума, а власть как таковая, кто там придумывает, уже непонятно. Здесь просто витрины, это сенатор Клишис, а работа, я думаю, велась гораздо большим числом людей. И мотивация была придумана, может быть, не Клишисом, а совсем просто. У каждого закона должно быть своё имя. Другой разговор, что сам сенатор Клишис, это такая одна из моделей устройства сегодняшней политической жизни. Человек беспредельно богатый, может быть, менее богатый, чем глава Росгвардии или кто-то там ещё. Но в то же самое время готовый жить западным образом.